всем привет сегодня мы поговорим про полоски в интерьере мне кажется что этот дизайнерский прием не заслуженно обходят стороной дизайнеры да и сами клиенты сегодня я вам буду рассказывать и показывать на примерах как можно применять полоски в интерьере поехали с давних времен человечество знает такой прием как полоска древние египтяне французы итальянцы скандинавы даже американцы нахлобучили на свой флаг полоски полоски настолько были и остаются популярными что их используют и использовали практически везде например форме матросов судья футбольных матчах и даже заключенные носили полосатую форму почему потому что в свое время обнаружили что полоски это самая заметная ткань которую можно вообще придумать поэтому матроса легче заметить на мачте именно в полосатой форме вот такая предыстория но нашим соотечественникам полоска как-то не очень нынче заходит возможно это отголоски двухтысячных и тех евро ремонтов которые делали в те времена это те ужасные полоски на обоях которые в бесчисленных километрах продавались в магазинах полосатые диваны бесконечные полоски в ванных комнатах на плитках в этих сумасшедших коллекциях и наверное все это накопилось в нашей памяти и теперь как-то немножко нас отталкивает от такого приема как полоска но между тем это великолепный дизайнерский прием который можно и нужно использовать в наших интерьерах и сейчас я вам покажу примеры и постараюсь доказать что это именно так и есть начну с детской ну это же самое очевидное сделать лучи от солнца прямо на потолок посмотрите как преображается комната как она заиграла так сказать новыми красками и даже солнечным светом если вы хотите создать образ летнего настроения и какого-то я не знаю пляжно расслабленного ощущения то пожалуйста можно сделать на потолке вот такие полосочки виде зонтика на пляже почему бы и нет если вам не нравятся однотонные полоски то пожалуйста вам разноцветные еще и разного размера и глядя на эту комнату создается ощущение какой-то волшебной шкатулки с невероятно ощущением детской радостной комнаты не хотите ровные полоски на потолке пожалуйста вот вам полоса на стене которая идет прямо сквозь двери напоминая промчавшегося воздушного змея и таким образом эта полоса задает нам невероятную радость и вот ощущение какой-то легкости свободы ну посмотрите какая прелесть а всего лишь навсего взяли валик и нарисовали разноцветную полосочку если вы думаете что это можно использовать только в детских детских то нет вы абсолютно ошибаетесь вот вам пожалуйста комната ну я бы ее назвал такая кричащая молодежная знаете в которой возможно прямо проводить какие-то вечеринки встречи с гостями со своими друзьями все обзавидуются что у тебя есть такая комната всего лишь навсего использовали яркую мебель и полоски на потолке вообще эта комната называется розовая революция друзья вот мне так и видится что девчонки гуляют там не знаю день в бассейне пошли все нафиг мы отдыхаем нам хорошо у нас такая вечеринка у бассейна ну разве не так посмотрите сколько здесь молодости задора драйва а всего лишь навсего то надо немножечко подумать по креативить и применить в интерьере полосочку если это все не про вас и вам хочется больше строгости то полоска тоже вам прекрасно подойдет посмотрите эту прихожая футбольного судьи но мне так и видится как он заходит домой выдает всем карточки красные желтые зеленые все подряд ну разве не прелесть посмотрите какая полосатая стена которая сразу же концентрирует на себе все внимание остается добавить футбольные мячи и в картины разместить красные карточки по моему прелестная комната получилась у этих ребят ну а этот экземпляр ну просто идеально подходит для морского волка который возвращается из кругосветки я так и вижу как он садится за этот стол прекрасная полоска на потолке волны на стенах и конечно же вот этот золотой нимб в виде фуражки а может быть штурвала который напоминает тех минутах когда ты стоишь за штурвалом но в общем посмотрите как использована вот эта полосочка в данном интерьере мне кажется просто выглядит шикарнейшим образом моя любимая полоски везде и на всем даже на картине это знаете наверное для ребят которые привыкли видеть так сказать небо в полосочку но это шутка конечно но у нас же всегда возникают какие-то ассоциации кстати напишите в комментариях какие у вас ассоциации возникли глядя на этот ряд картинок а если вы думаете что можно только детские и какие-то строгие комнаты полушуточные создавать то это не так вот вам пример интерьера который создан супер гламурным дизайнером из голливуда которого зовут мартин билард лоуренс прошу прощения если вдруг я неправильно его произнес короче это тот чувак который делает интерьеры для звезд голливуда только лакшери интерьеры и он в полный рост используют полоску на потолке вообще не стесняясь никак ну посмотрите насколько великолепный этот интерьер насколько тут все просто пропахло шиком полоску можно применять и в таких декоративных элементах как карниз на потолке пожалуйста вот отдельным элементом подчеркнуть комнату задать объем почему бы и нет пожалуйста вот в таком изогнутом варианте мы можем нанести полосочку на потолок правда строитель вам спасибо не скажет когда будет раскрашивать вот эти вот все полосатости но можно обои готовы купить в полосочку и наклеить ну а посмотрите на эту прелесть ну разве это не так мне мне например видится здесь молодая прелестная барышня в летнем платье которая наблюдает вот за этими силачами которые играют мускулами прямо перед ней на берегу моря лазурного берега ну разве это не так по моему сто процентов попадания в настроение вот этого летнего солнечного знойного дня когда вот так и хочется наслаждаться природой морем а красивыми телами ну просто же это неописуемо прекрасно но зато полоска использована везде то есть возможно это отсылка к волне на вода на воде может быть к чему-то еще но вообще не постеснялись и полоска на потолке на стенах и даже на костюмах этих силачей просто прекрасно если вам морская тема импонирует и вы соскучились по морскому пляжу с песочком с морской водичкой то вот вам пожалуйста отсылочка к такому чудесному месту и так и видится мне голубая вода желтый песок вот этот жаркие лучи солнца ну посмотрите как здорово и везде полоска везде полоска ну но неужели это такой невозможный вариант который вам не хотелось бы рассмотреть мне кажется что стоит обращать внимание потому что ну это же такой какой-то другой совершенно уровень дизайна давить ну хотя наверное может мне всем это и нравится не хотите желтый синий пожалуйста вам зеленый с такой отсылочка все в сад знаете вот сад и вот такой классический вариант еще клеточкой разбавили в общем вовсю ребята поиграли орнаментами а это именно относится к орнаментам вот эти геометрическими всем рисунком и полоска кстати надо сказать она вытягивает пространство вверх если вертикально и в ширину если горизонтально здесь конечно потолок приподнимается будь здоров если вам не хочется слишком много полоски пожалуйста вот вам одна широкая которая четко обозначает место приземления для принятия пищи пожалуйста над столом большая красная полоса почему бы и нет но если вам хочется немножечко гламуру то советую использовать золотую краску и вот так вот в наглую взять и нанести прямо в углу вот эту вот дерзкую светящуюся линию прямо золотом по белому но разве не шик ребята но это же просто в какой-то шедевр возьмите на вооружение и вы можете превратить свой невзрачный интерьер просто в шедевр дизайна все гости обзавидуются это гарантированно если вы подумали что полоску можно только рисовать на стенах и на потолке то вы глубоко заблуждаетесь полоску используют везде например раскрашивая мебель посмотрите какой прекрасный классический комод в один миг превратившийся в поп-арт объект но это же прелестно сколько радости сколько юмора сколько необычности в этом предмете мебели когда-то бывшему классическим понимаете а сейчас он стал таким вот совершенно не классическим ну классно же кайф ну кайф же не хотите комоды раскрашивать можете купить готовые кресла вот такой полосатости и мне кажется что сразу же возникает ощущение какой-то пляжности да то есть если у вас дача например или загородный дом то почему бы нет почему бы не использовать такие полосатые диванчики или торшер чеки которые тоже прекрасно впишутся в ваш интерьер и разбавят скучность и серость новым орнаментом каким-то да вот какой-то такой дерзкой смелой полоской очень классный прием так что присмотритесь друзья ну поговорим еще про дерзость да вот перед вами шкаф зеркальный на котором нарисована полосатая ткань мне например так и видится что это какой-то итальянский мужчина пришел домой снял так таким движением себя этот шарф бросил его как-то вот он повис на этом шкафу очень вот такой вот дерзкий такой чилинта знаете такой такой зашел итальяно чилинта но в общем вот какой-то вот он такой весь модный да вот какой то есть вот что-то в этом есть согласитесь да то есть можно вот так вот хаотично полосочкой забацать рисунок прямо на шкафу и и шкаф то еще не просто какой-то зеркальный не хотите на шкафу пожалуйста можно раскрасить двери двери двойные и полосочка как бы внутри вот там внутри двух закрытых дверей открыл их а там бабам с такой матрас бело-голубой и мне кажется это неожиданно и вот вся прелесть именно в этой неожиданности то есть когда ты открываешь какую-то дверь а у тебя там не просто какой-то скучный невзрачный однотонный шкаф а у тебя там раз и такие полосатые интересные двери да это кстати говоря вход в гостиницу в венеции есть такой город на нашей планете земля который построен прямо на воде на островочках и вот это вход в отель по-моему решение просто шикарно великолепно и сразу же заставляет фотографироваться запоминать его ну что еще надо отелю да я подумал почему бы этот прием не применить где-то в интерьере берите на вооружение хотите можно дверь сделать более такой легкомысленной более такой игривой мне например так и видится девчонка или девчонки такая у бассейна в бикини что-то летнее такое пляж море солнце ха-ха-ха в общем как то так в общем любая картинка вызывает в нас какие-то определенные ассоциации и я их проговариваю вслух но возможно у вас какие-то свои там родятся и это будет здорово если вы поделитесь ими в комментариях значит не хочется вам легкомысленности и каких-то ровных полосок вот пожалуйста полоска так сказать натюр натуральная полоска на настоящем камне в отделке кухонного гарнитура ну чем не прелесть посмотрите насколько бы проиграл этот интерьер не будь в нем вот этой вот фривольности в виде вот этой полосатой столешницы поверхности как здесь полосочка оживляет освежает этот интерьер так что не бойтесь друзья применять полоски в своих интерьерах это супер прием очень смелый очень я бы даже сказал в некоторых случаях дерзкий и конечно дизайнерский конечно дизайнерский не хочется вам вот такой аморфности пожалуйста вот вам строгость в оформлении того же кухонного гарнитура здесь четкая полоска зебра прямо на рабочей поверхности кухни переходящий фартук или это настолько классно настолько свежо настолько необычно что это точно заставит ваших соседей кусать локти что они так не сделали ну посмотрите какая прелесть не надо бояться зачем одни сплошные рейки то ли пида вот у нас у всех в интерьерах рейки до которые дизайнеры мне кажется насаждают уже вот везде подряд надо не надо вот на тебе рейки но это же те же полоски давайте их творчески переосмыслим и получим что-то новое что-то свежее понимаете не избитое вот вы когда одежду одеваете вы же хотите выглядеть как-то индивидуально а почему в интерьерах это не так вот для этого ребята я записываю этот ролик чтобы показать вам как можно делать не так но при этом симпатично красиво смело по дизайнерски не хотите яркости пожалуйста полоски можно сделать в виде тех же а-ля рек но вот таким объемом посмотрите объемный фасад на кухонном гарнитуре за счет света и тени тоже дает нам полосочку этот ритм вот ритм который вносит в интерьер динамику да вот какую-то вот жизнь какую-то вносит вот как-то так я это вижу ну конечно не мог обойти стороной лестницы посмотрите какая прелесть вот это вот линия цвета фуксии которая так и направляет нас наверх как будто мы типа не знаем что по лестнице надо наверх двигаться но вот здесь и нет на тебе вот направление такое вот тебе линия взлета пожалуйста не хотите такую явную вот вам такую легенькую морскую опять тему что-то сегодня много морского ну наверное стильняшкой связано вот такая тройная полосочка типа а-ля adidas или не знаю что это такое но тоже по лестницам вот такая разукрасочка если вам кажется это слишком скромно то вот вам пожалуйста вот так вот от всей души и разноцветия можно залепить смело на лестнице и всеми красками которые у вас остались от ремонта разукрасить лестницу сушки ну по-моему классно вот давайте так подумаем вот по лестнице вы же каждый день не ходите правда ведь ну в смысле не каждый день а вот на ней постоянно не находитесь проходите по ней довольно таки редко но почему бы не набраться смелости и не сделать ее вот такой яркой по-моему это круто берите на заметочку не хотите раскрашивать ступени пожалуйста можно сделать а-ля балясины и сделать полосочками стены которые вдоль лестнице так сказать идет и посмотрите просто просто но насколько вкусно да вот как цвета подобраны зелененький синенький белый с розовым бордовеньким но это же просто наслаждение для глаз друзья и вот обратите внимание прием 3 копейки но счет банка краски 2 да и кисточка все берете красите а эффект на миллион вот все как мы любим если у вас есть в интерьере какие-то выступающие некрасивые части то их легко можно скрыть с помощью полоски потому что полоска маскирует все неровности вот как на этом примере вот обращайте внимание справа выступающая часть слева западающая часть все какое-то кривое косое и непонятно как это оформлять надо скрыть а как скрыть полоска отличный вариант пожалуйста перейдем к ванным комнатам мне кажется полоска в ванной комнате это прямо как доктор прописал что называется то есть вот смотрим смотрите какая какая здесь полосатая стена сразу вспоминается сюжет из фильма красиво плывет та группа в полосатых купальниках помните такое красиво плывут вон та группа в полосатых купальниках вот здесь прямо чувствуется вот этот вот морской бриз не хотите на стенах пожалуйста можно купить полосатую плиточку и все равно тематика морская сохраняется ведь отсылочка то есть вот за счет этой полосочки я кстати говоря всегда спрашиваю зачем плитка в ванной да ну понятно где душевая где вода льется постоянно ну а там где раковина унитаз почему бы не использовать обои вот например как в этом прекрасно великолепном варианте так сказать морской стайл даже рыбку налепили над унитазом когда мы перед унитазом стоим они сидим можно полюбоваться данным произведением и сразу же понять что хотел нам рассказать хозяин этого интерьера люблю говорит море морскую тему рыбок люблю поэтому нате вам обои полосатые ну весело же да вот вот настроение сразу появляется это не вам не скучные какие-то серо-бежевые стены на которые уже смотреть опостылило просто все мочи нет все дизайнеры просто говорят ну когда же мы уже перестанем делать эти серые стены просто боятся вам в этом признаться вот просите делать полосатые стены не хотите синие пожалуйста зеленые с отсылочкой так сказать все в сад все в сад сад и тут вот есть такая картина еще кстати в туалете и картина у меня многие заказчики вот такие глаза делают как картина в туалете ребята ну так это же самое место где еще рассматривать картину у меня сразу перед глазами там какой-то бегущий гепард в зарослях бамбука за кем-то или от кого-то неважно но какой-то ассоциативный ряд сразу проплывает вообще это работа дизайнера я бы сказал такой высший пилотаж на ассоциативном ряду построить интерьер тогда он получается такой вне времени с идеи и вне времени то есть он не надоедает никогда то есть это это прямо мастерство это вот только не все так могут но вот вот пример как могло бы быть поговорим о ванной более строгой это конечно полоска здесь мне опять вспомнились те трое парней которые я вам показывал ранее но тем не менее возможно это такой знаете санузел для такого строгого делового мужчины мужской но однозначно мужской давить вот как у меня сейчас в полосочку рубашечка здесь вот в полосочку ванная но чтобы не упростить этот интерьер то есть наши бы дизайнеры как сделали ну сделали бы одинаковую полоску везде здесь нет на одной из стен делается полоска в разных направлениях что задает динамики данному интерьеру при этом полосочка еще заходит на экран для ванны посмотрите да для из-за ванной продолжать еще на потолок заходит вот ведь хулиган дизайнер что наделал то но это ведь хочется рассматривать правда ведь кажется вроде фигня какая-то какая-то полоска черт возьми ну что подумаешь полоска но сколько живости она придает этому интерьеру сколько драйва а ведь он еще какой мерзавец посмотрите раковину поставил зеркальную да в которой полосочка отражается мы даже и сразу ты понять не что это раковина а это она есть и взял еще подлец и такие классические светильники повесил вот да вот вам деловой костюм а на них я вам эпалеты налиплю такие вот бамс в наших интерьерах мы тоже очень любим применять полоску и вот например это интерьер который называется coco chanel закончили уже давным давно но тем не менее картинки то остались и здесь полосочку мы применяем как соединение двух цветов темного и светлого а между ними полосочка получается плавный переход от темного к светлому да через вот этот вот заборчик такой полосатенький и кстати говоря шторочка здесь тоже полосатенькая которая как бы из стены вырастает как эта полоска подчеркивает остальные нюансы в этом интерьере например вот это вот люстра которая тоже вот с такими полосочками который вот юбочку напоминает да вот этот бархат на стульях вроде жесткая полоска мягкий бархат да контрастная полоска и мягкий цвет на стенах вот это вот игра контрастов противопоставления и дает дизайну живость понимаете а здесь же в этом же интерьере у нас еще есть и мебель полосатая например вот это вот консоль прекрасная в спальне посмотрите как полосочка придает интерьеру шарм а по периметру вы можете заметить тоненькие золотые полосочки и на шкафу в том числе они как бы оттеняют главные предметы в этом интерьере но главное конечно вот это вот полоска вот вообще про интерьер если вы захотите можете посмотреть по ссылочке там вы найдете обзор на весь интерьер на моем youtube канале так что если будет желание то милости просим по ссылочке и и смотреть не только в классических интерьерах можно применять полоску но и в более современных это один из наших последних шедевров друзья которые это не то чтобы я сказал это как-то признан профессионалами вот этот проект у нас отобран в шорт лид самой крутой премии от everts это одна из самых крутых премий куда поступает тысячи работ чтобы их взяли на конкурс то есть не всех берут не всех нашу работу взяли а еще и отобрали финал понимаете финал всего лишь несколько работ которые бьются за первое место и даже если мы не победим очень приятно что эта работа в финале почему она там оказалась да потому что интерьер смелый дизайнерские дерзкие решения например вот этот полосатый столик посмотрите как он освежает и как бы такую значит свежую струю прямо вгоняет в этот интерьер все как любят итальянцы но на самом деле здесь есть отсылка к италии там где перемешивается прошлое с настоящим и даже с будущим где вот идет вот это смешение стилей смелая такого тут и итальянцы любят это делать ну и мы тоже не отстаем поэтому тоже есть ссылочка на этот интерьер на нашем сайте он расположен размещен можете пожалуйста переходите смотрите разглядывайте наслаждайтесь читайте описание и будьте смелее в дизайне применяйте полоски напишите в комментариях если у вас полоски в интерьере насколько вам те решения которые я вам показал понравились смогли бы вы что-то применить у себя на потолке на стенах на мебели на ковре еще где-то не знаю где не знаю как подскажите напишите в комментариях где можно забацать полоски и еще очень важный момент чтобы вы хотели чтобы я рассказал в следующий раз подготовил для вас как фишку в дизайне о чем поговорить освещение плитка сантехника что какие приемы о каких приемах вам рассказать как мне помочь вам расширить кругозор чтобы не быть зашоренными чтобы не смотреть однобоко на дизайн подскажите напишите в комментариях но на этом все поставьте лайк обязательно этому видео я старался готовился подбирал картинки нажмите на колокольчик чтобы узнать о следующем видео и подпишитесь на канал это важно когда нас больше youtube нас продвигает лучше поэтому подпишись не подписался же и все ну тыкай пальцем вот там и прям там и подписывайся на этом все всем пока да пребудет с вами муза и полосочки а